Началось квартальное итоговое совещание с церемонией награждения тех, кто свои должностные обязанности выполняет с отличием. Одинцовским полицейским, на которых могут равняться коллеги, вручили благодарственные письма и грамоты. Роман Шестаков из Ленигородского отдела полиции получил свидетельство о предоставлении служебного жилья. Оперативная обстановка на подведомственном межмуниципальному управлению МВД России Одинцовской территории в первом квартале 2016 года была стабильной. Полицейским благодаря профилактике удалось снизить число убийств и изнасилований. Но при этом отмечается рост других преступлений, например, таких как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. Больше зафиксировано разбоев и краж. Раскрываемость по управлению составила 57,6%. В прошлом году эта раскрываемость составляла 66,1%. Однако следует отметить, что раскрываемость таких видов преступлений, как убийства, в текущем году составила 100%. И такие преступления, как причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе повлекшее смерть человека, раскрываемость составила 80%. Было раскрыто каждое второе тяжкое и особо тяжкое преступление. 590 человек привлечены к уголовной ответственности. Это на 90 больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю мы занимаем первое место среди всех подразделений главка, что указывает в первую очередь на неотвратимость наказания за садильные на территории нашего района. Но при этом из-за недостатков в работе вне ведомственной охраны, ГИБДД, отдельных батальонов, патрульно-постовой службы и участковых зафиксировано больше преступлений на улице. В целом личный состав подразделения управления сработал добросовестно и выполнял свои возможные обязанности в соответствии с действующим законодательством. Этому служат в первую очередь следующие примеры. Мы значительно с вами увеличили количество раскрываемости тяжких, особо тяжких преступлений, как я уже говорил. Раскрываемость убийств и тяжкие вреда здоровью составляет 180% соответственно. Текущий год выявлено три факта преступной деятельности в области занятий проституцией, два факта организации наркопритонов. В два раза больше зарегистрированных преступлений экономической направленности. Сразу после окончания совещания начнется работа над ошибками, причем проводить ее будут как с целыми подразделениями, так и в индивидуальном порядке. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.